Уважаемые товарищи, традиционно в продолжение семинара у нас уже такая практика завелась, тем более сегодня у нас много новых лиц, мы даем кратенькое интервью, свое видение о всем происходящем здесь. Прошу рабочих в первую очередь выступить на камеру, поделиться своими соображениями, ответить может быть на какие-то вопросы. Прошу подходить, представляться и выступать. Я первый раз на подобном мероприятии, конечно, я поражен, что существует такое сплочение среди рабочих, что из разных городов соезжаются люди, с немножко, конечно, различными взглядами в частностях, но в общем и целом с одинаковыми стремлениями, ну и, конечно, с одинаковыми классовыми интересами, которые осознают это, потому что очень сложно осознать свои классы интересы и вообще сложно. И, конечно же, постараюсь каждый раз приезжать на подобные мои мероприятия, если будут выпадать в выходные, мне очень понравилось. Я высказался по трем вопросам из четырех, кажется, это хороший результат. Ну и всех, надеюсь, увидеть тоже в следующий раз. Спасибо. Ну, по порядку все, да. Все вообще? Все вообще. С решающим голосом хотелось бы, чтобы вообще все, потому что такой момент, по вопросам, значит, некоторые товарищи не выступали, но при участии нам, конечно, и не только нам, а уже потом, кто будет смотреть, значит, запись, да, по крайней мере, у него складывалось какое-то впечатление. И вы делитесь тем самым своим впечатлением. Я что-то хочу сказать, что... Представьте, пожалуйста. Кузнецов, город Санкт-Петербург, Ленинград, ЛПА-технология у нас называется, наша контора. Мы делаем турбинные лопатки. Да, я что хочу сказать. Вот тут спрашивали, спрашивают, как мне, вот я вернусь к себе на предприятие, как мне начинать, значит, агитировать рабочих. Я понимаю, что это очень трудно будет. Очень трудно, потому что, ну, человек, я знаю, что рабочий человек, он сейчас очень недоверчиво относится к любой агитации, когда начинаешь ему там что-то объяснять. Он считает, что, а, умнее других, да? Вот. К этому нужно спокойно относиться, ждать, что тебя встретят враждебно, но, тем не менее, нужно очень так аргументированно и терпеливо людям все это объяснять. Но мне-то было, конечно, когда я делал у себя вот и на прежних предприятиях, и здесь, у меня было легче. Почему? Потому что я знал, что у меня, так сказать, за спиной стоят мои товарищи, моя партия. Они всегда меня подскажут, мне всегда, значит, вот, помогут, поправят, если что. Тем более, я нахожусь постоянно в контакте с ними, ну, по крайней мере, раз в неделю-то мы встречаемся. Вот тут спрашивают, ой, вы так часто встречаетесь? Да, мы встречаемся не менее раза в неделю, совещания проходим, обмениваясь мнениями. Поэтому я бы советовал тем, кто это дело начнет, постараться, значит, опереться на какой-то там, так сказать, коллектив. Хотя бы, ну, вот, можно хотя бы вот на рабочую партию России, если там коммунисты не нравятся, так и так далее. Вот. Ну, что мне еще хочется сказать? Хочется сказать, вот вы знаете, что недавно прошли у нас выборы, да. Мы, всех это очень развеселило в прошлый раз, объявили, что вот мы рабочего человека решили выдвинуть в президенты. Это крановщица Кировского завода. Вот, некоторые встретили очень так-то скептически это дело, похихикали, могут похихикать еще раз. Сейчас ленинская кухарка не прошла в президенты, да, в общем-то, нам это и не надо было. Нам надо было получить широкий эфир, и главное, надо было встряхнуть рабочих. Встряхнуть рабочих. Потому что, когда я вот, например, собирал подписи у себя на работе, я спрашивал, слушай, вот этот вот клоунад, который выступает в роли оппозиционеров, они, вот кто-нибудь из них, вот эти вот миллионеры, а каждый из них был миллионер, не менее. Вот кто-нибудь из них, вот какой-нибудь там предприниматель Грудинин, там, или Ксюша Собчак, они твои интересы рабочего человека будут представлять, будут защищать? Нет, не будут. А вот мы выставляем своего рабочего человека, которому доверяет коллектив. Ну, в общем-то, люди, как правило, с этим соглашались, как правило, с этим соглашались, но дело у нас не прошло, по той простой причине, что надо было собрать 100 тысяч подписей, причем не в одном где-то там регионе, а по всей стране. Ну, где-то мы собрали то, что нужно даже с лихвой, а где-то там, в рабочих, в таких районах, а где-то там, да, да, улыбайтесь, улыбайтесь, а где-то там, значит, вот нам не удалось. Это сделать. Ну, союзники нас не поддержали, они считают, что мы поступаем неправильно, хотя, в принципе, я могу сказать так, что любой гражданин, есть такая юридическая тонкость, любой гражданин может отдать подписи за сколько угодно партии, а проголосовать еще за какую-нибудь другую. Вы имеете полное право на это. Меня удивило, что вот, вроде бы, люди, которые выступают от имени рабочих, поддерживают рабочих, и не хотят вот рабочего человека как-то поддержать. Вот. Потом, что еще мне хочется сказать. Ну, был я на этих выборах, я член избирательной комиссии, имею в виду, что с чем сравнивать, это не первые мои выборы. Конечно, конечно, посещение, так сказать, количество посетивших этих выборов, конечно, зашкаливало, свыше 70% это было, и невооруженным глазом видно было. Но мне что хочется сказать, ведь народ, в принципе, голосовал не за президента, а народ выбирал царя. Царя ведь выбирал-то, которому можно вот прийти и пожаловаться на начальника там, на кого-то еще. Это опять же наша вот эта вот русская такая заморочка, что ли. Царь хороший, бояре плохие. Вот на него всегда можно попожаловаться, там, Владимир Владимирович, у меня капает с потолка вода, примите меры, пожалуйста. Потому что чиновники ничего делать не хотят, и я тоже ничего не хочу делать, потому что надо к кому-то идти, кому-то там что-то это самое такое вот. Так что, вот это все, что я хотел сказать. Спасибо. Я углашу всех на деле. Добрый день. Горохов Константин Дмитриевич, город Энгельс, зал от Роуза. У меня здесь уже не в первый раз сюда приезжаю, и не второй. Радуюсь, что очень много стало, по крайней мере, новых людей. Более, говорят, сплоченные стали, значит, наши конференции проходят не зря. Агитация идет не зря. Обучение на сайтах, все это все есть, все указано. Но радует, очень сильно радует. Не то, что так, в первые разы сюда приезжали, было очень мало народу, особенно рабочих. Вот. Вот. Я, так как здесь было за 6-ти часовой рабочий день, да, я двумя руками за это, потому что, на самом деле, рабочий, он, можно сказать, как загнанная лошадь. Его насилют, носил, потом он раз в одно время и умер. А мне, допустим, охота пожить. Пожить, детей воспитать, что-то еще сделать для страны, для общества, как говорится. Ну и, что еще вам сказать и пожелать. Ну, наверное, верной дорогой идем, товарищи. Главное, что я, в принципе, все. И что я хотел сказать, то и сказал. Спасибо. Спасибо всем. Колпаков Дмитрий Петрович, ОМАШ-промэксперт, город Санкт-Петербург. Я впервые на Российском комитете рабочих. Я недавно вступил в партию РПР. Хочу отметить, что собрание Российского комитета рабочих меня очень удивило. В положительном плане. Негатива я здесь никакого не увидел. Хочется пожелать нашему комитету дальнейшего развития и движения вперед. Также хочу отметить и сказать всем спасибо, кто прибыл сюда, за очень дружественную обстановку и понимание со всех сторон. Спасибо. Я Залимов Дмитрий Гурцаатов, ООО, издательство «Слово». Я тоже впервые на данном мероприятии. Приятно находиться в кругу рабочих людей, людей, которым не безразлично судьба рабочих, жизни рабочих. Ну, мне было интересно обсуждать и участвовать в, ну, как бы, непосредственно принимать участие в обсуждении, принятии проектов, которые здесь обсуждались. Ну, в общем, мне все понравилось. Всем спасибо. Спасибо вам. Я Рамушкина, Сергей Александрович, федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система». Значит, я первый раз также присутствую на Российском комитете рабочих. Значит, хочу отметить вначале, значит, как обстоят дела в нашей компании. Значит, сразу хочу отметить, что нельзя рассматривать, конечно, нашу компанию в отрыве от всех компаний, значит, страны. И вот конкретно в нашей компании есть как позитивные моменты, так, конечно, и отрицательные и регрессивные моменты. Отрицательные моменты. Заработная плата, реальное содержание ее снижается, хотя у нас индексация происходит каждые полгода, но реальное содержание заработок платы снижается. Вот вопросы к следующему заседанию, да, вот первый вопрос. Байбар профсоюзов за учением продолжительности жизни работников. Ну, профсоюз у нас, можно сказать, что его практически нет, то есть он есть номинально, но количество членов очень маленькое, собрание не проводится, и, в общем, работа профсоюза в основном это какие-то путевки, подарки. Но что само руководство делает у нас для продолжительности жизни работников, это оно пенсионеров при достижении пенсионного возраста сразу же отправляет на пенсию. Да, отдыхать, в общем, и вот недавно у нас было собрание, и, в общем, руководство указало начальникам подстанции, чтобы если какой-то уже человек предпенсионного возраста работает, то искать ему заранее замену, чтобы как только пенсионный возраст исполняется, этого человека отправлять отдыхать. Что, в общем-то, ну, работа у нас опасная и вредная, естественно, энергетика. Высокие напряжения, напряженность электрического поля и, в общем-то, отдыхать, отправлять работников, это в какой-то мере соответствует, способствует увеличению положительности жизни работников. Вот борьба с сокращением рабочего дня до 6 часов. Но в этом плане тоже есть какой-то прогрессивный момент. Вот у нас на нашем предприятии в 2017 году оперативный персонал, переработка, ну, всего оперативного персонала на предприятии составила 40 тысяч часов. То есть это там в среднем порядка 160 примерно часов на каждого. Ну, все по-разному переработали, у кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем около 160 часов переработки. И также на собрании, значит, прозвучал призыв о том, чтобы уменьшать эту переработку, то есть, в общем, уменьшать продолжительность рабочего времени. Но именно путем уменьшения переработки персонала. Отрицательный момент, что уменьшать, значит, в том числе привлекать начальников подстанции к выполнению должностных обязанностей оперативного персонала. То есть начальники подстанции должны какое-то время работать в качестве оперативного персонала, за место оперативного персонала. Что, естественно, на работе начальника, то есть он работает за оперативный персонал, значит, он за начальника не работает. Уже режим рабочего времени начальников, у них был неармирован рабочий день, сейчас у них сменный график работы, то есть они периодически выходят в смены за место оперативного персонала. И, конечно, для них это негативный момент. Для нас, для активного персонала, рабочее время, вот в 2018 году у нас по плану практически не должно быть переработок. То есть для нас это позитивный момент, но для начальников негативный момент. Ну и в целом, как бы тут нужно разбираться, позитивное или негативное движение, прессивное или реверсивное. Значит, что касается подготовки кадров, значит, у нас на предприятии эта работа поставлена достаточно хорошо. Значит, все работы, согласно правилам работы с персоналом в электроэнергетике у нас проводятся. Значит, обучение на рабочем месте, с атриумом от производства. У нас есть центр подготовки персонала, значит, там персонал готовят, как и рабочий персонал, и руководящий персонал, с атриумом от производства, оплачивают все это дело. Значит, все остальные формы работы с персоналом, всевозможные тренировки, спецподготовки проводятся. И в этом плане это, конечно, у нас предприятие прогрессивное. Но опять же хочу сказать, что вот общаясь с другими рабочими, слушаю ситуацию на других предприятиях, и на других предприятиях, конечно, не все так радужно, и наши предприятия нельзя рассматривать в отрыве других предприятий. И я думаю, в целом по предприятиям России скорее процесс регрессивный, а не прогрессивный. Ну и в общем для себя я отметил, что в нашем предприятии необходимо с негативными моментами бороться, а прогрессивные и позитивные моменты, их нужно сохранить, их нужно сохранить и в общем опытом прогрессивных и позитивных моментов делиться как бы с остальными рабочими из других предприятий. Потому что вот в погоне за уменьшением переработки у нас еще каждый месяц 8 часов нам включают в рабочее время, это спецподготовка. То есть как бы в этот день мы должны прийти на работу, весь оперативный персонал, и начальник постанции должен проводить спецподготовку. То есть есть вопросы, которые необходимо обсудить, донести до персонала, какие-то несчастные случаи, новые приказы, распоряжения. И в общем вот в этом году эти часы из табеля убираются для экономии... Для уменьшения переработки фактически. Но получается, что переработка уменьшается путем того, что убирают спецподготовку. Как бы это негативный момент. Ну в общем все, что хотел сказать. У нас дежурный электромагниток. Вопрос в одном раз. Да. Почему мы не услышали вот все это в вашем выступлении во время премии? Так много информации полезной, нужной, а ее не было. Это я к тому, что дорогие товарищи, с решающим голосом, вы собираетесь для того, чтобы донести информацию и чтобы ее получить. Я прошу, в следующий раз ввести себя активно. Первый раз решится сварить. Приняты комментарии. Думаю, будем готовиться лучше. Но вот, кстати, я еще хотел отметить, раз уж выступаю, вот проекты постановлений в следующий раз печатать на всех, потому что записывать не очень удобно и по-печатному легче что-то читать и правки вносить. Михаил Васильевичу нет, он бы вам ответил сейчас. Ну, как бы, и вот еще, сами проекты постановлений, то есть докладчики были определенные заранее, и сами проекты готовились заранее, и вот проекты были уже готовы. И, возможно, даже как-то организовать, ну, я готов, как бы, помогать в этом деле организовать доведение постановлений, вот, проектов до РКР, чтобы было время прочитать и подготовить какие-то правки свои более обстоятельно. Спасибо. Пожалуйста, поступайте. Федя Андрея Натальевич, город Королев, оператор Станова Чехова. Сегодня очень приятная такая атмосфера, много рабочих людей, такое ощущение, что движение так вот началось. Но, надеюсь, все, что здесь было рассказано, показано, люди сейчас разъедутся и будут нести эти мысли дальше. И, в конце концов, это дойдет и, так сказать, сознание общественное, в конце концов, дойдет до этого понимания хотя бы таких элементарных вещей, сколько мы должны просто зарабатывать для того, чтобы жить, а не существовать. Я извиняюсь, там вчера хочу сказать одно написал, а когда переживаю немножко, у меня занычет куда-то в другое. Ну, надеюсь, в общем, в среднем как-то было все понятно, мысль донесена. Корректировать будем уже печательно. Спасибо. До свидания. Волстоп Валерий Викторович, МПП Мера, город Королев. Для меня было здесь интересно, довольно много информации. Наша фирма, ну, как бы, давно мы идем, совладаем с ней то, что привлечение заработной платы, чтобы здоровье всегда было продать. По оборудованию, так сказать, что мы постоянно его привлекаем, чтобы закупали новое оборудование, потому что старое очень быстро выходит из строя. И как с этим бороться? Здесь я это услышал. Возможно, даже будет новое привлечение к этому, там, нового людей каких-то, агитировать людей на это. Скажу, как бы, в целом было интересно здесь, много чего нового узнал, что даже, можно, даже и не слышал. Вот. И было интересно, конечно, принимать даже решения какие-то, поучаствовать в этом, что не просто посидеть, послушать, а как-то выслушать, понять, для себя понять. В целом, надеюсь, буду чаще посещать такие мероприятия. Спасибо. Оператор суда метажа, но еще как бы ремонтник. Так как оборудование старого, его приходится ремонтировать. Спасибо. Габдулин Марат, иншпец строй, Москва, инженер-наладчик. Первый раз участвую в заседании Российского комитета рабочих. Считаю это прекрасной площадкой для обмена опытом между рабочих, в том числе и на самом заседании, и в куларах этого заседания. Мы вчера вечером хорошо посидели с товарищами, обсудили ситуацию, разговаривали в перерывах, у кого какая ситуация, где на заводе, обменивались опытом, кто как применял, какие действия, в каких мероприятиях участвовал по улучшению условий труда своих. И думаю, что после возвращения с этого заседания я некоторые моменты, которые здесь услышал, постараюсь применить на своем предприятии. Призываю всех активных и сознательных рабочих принимать участие в заседании Российского Комитета Рабочих, быть причастными к рабочему делу и давайте будем добиваться улучшений вместе. Спасибо. Шилов Дмитрий Юрьевич, Санкт-Петербург, ООО «Чергос». Тоже очень приятно в этот раз видеть много рабочих, и хочу отметить, что активно работали товарищи и программа, которая нам помогает составить и профсоюзы, которые поддерживают рабочих и интеллигенты наши. Как-то в этот раз все больше и больше чувствуется влияние рабочего класса на принятие каких-то решений и активность рабочих увеличивается, конечно, радует. Но, несмотря на это, сами, рабочие, нам трудно выработать свое, осознать свое положение без помощи интеллигентов, это, конечно, было бы невозможно. Вот. И что, хочется еще сказать, что, в принципе, вот все вот эти вещи, о которых мы вот здесь вот говорили, это 6-ти часовой рабочий день и улучшения, это вполне естественные, то есть, такие вещи, которые, ну, уже давно, давно пора уже было это, как говорится, осознать. Вот. Но, поскольку мы работаем, много, зачастую работаем, но без научной теории, без изучения марксизма все это тоже сложно. Все это уже давно, давно это открыто, и что классовая структура общества, она известна, есть. Сейчас об этом очень мало говорится, наоборот, это все затушевывается, разделит сообщество по каким угодно признакам, да, там, курящие, там, против некурящих, там, и все, все что угодно, какое угодно деление, да, но только не классовое, да, здесь это все мы учимся видеть и двигать, в общем, наше общество к прогрессу, и мне очень приятно быть причастным к этому мероприятию, к рабочему движению, быть, как говорится, в передовом отряде и продвигать эти требования, которые отражают коренные интересы всего класса рабочего, и я тоже надеюсь, что эти наши постановления, решения пойдут дальше, благодаря тем, кто сюда приехал, я лично буду тоже продвигать это и пропагандировать телевидению красному тв и рабочему телевидению, также призываю всех рабочих учиться, есть красный университет, есть рабочая партия России, тоже приобщаться к движению и внести, так сказать, прогрессивные идеи в массы, и чем больше нас будет и больше больше будет и сила, и скорее мы получим власть свою, рабочую, рабочего класса, так что желаю всем успехов, борьбе, товарищи, спасибо. Станиклаз, Татьяна Владимировна, зал СМУ-2, Ленинград, валяр. Я уже не первый раз на РКР, но в этот раз мне очень приятно, что появились новые, молодые лица, молодые товарищи, мне очень приятно, что им не безразлично будущее нашей страны, будущее своих детей, какими они будут, где будут учиться, где будут работать, все хотят, чтобы их дети жили лучше, чем мы сами, поэтому это меня радует. Что еще бы я хотела сказать? Наверное, приехав сюда, вы все-таки завязали какие-то дружеские контакты, дружеские связи, мне хотелось бы, чтобы эти связи не прерывались, у нас есть возможность связываться друг с другом, есть рабочие газеты, пожалуйста, пишите в них, сообщайте о положении у вас на предприятиях, если какая-нибудь серьезная там обстановка, это надо, наверное, чтобы знали и рабочие в других регионах страны, вот, поэтому необходим какой-то координирующий орган, помогающий друг другу, товарищам по классу, бороться за свои права, отстаивать свои интересы, вот, так что пользуйтесь такой возможностью, ну и все, в общем-то. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Александр, я со Свердловской области, представитель шахтерской среды, вот, и я бы хотел сказать дополнение выступления товарищей, о том, чтобы вообще приступить к какой-то профсоюзной деятельности нужно необходимо сперва изучить досконально Трудовой кодекс Российской Федерации, потому что без его изучения, ну, без его изучения приступать к профсоюзной деятельности бессмысленно не бесподелно. В этом Трудовом кодексе нам буржензия предоставляет возможность и права и права борьбы за свои экономические, улучшение своих экономических условий и повышение реального содержания заработной платы. Ну, в принципе, это все, что хотелось бы сказать, так как это является ключевым моментом в нашей профсоюзной организации и борьбе. Все, спасибо за внимание. Впечатления о Российском комитете рабочих? Ну, впечатления очень хорошие, вынес для себя много полезной информации. Ну, как будем применять в практике, стараться. Все. Спасибо. Спасибо. Семенков Константин Александрович, Межгородский водканал, Токоль. Семинар по рабочему движению, который уже отмечает, кажется, 25-е заседание. Я не ошибаюсь? ошибаюсь. Ошибаюсь? У нас два раза на ду. Да. От 49-й заседания. От 49-й, да. За это время на этих заседаниях присутствовало много. товарищей, я говорю много, что за это время изменился состав, и он должен изменяться, он должен обновляться. приходит новая явиться, еще раз повторяю. Много людей, значит, есть у людей стремление что-то узнать новое о рабочей деле, участие работников самим в профсоюзной работе. я думаю, что данное заседание, которое готовится, дает возможность получить эти знания. И мне, несмотря на то, что много лет я уже участвовал в этом деле, также дает новые силы, и я пока еще не прекращаю свою работу. На своей у себя в коллективе доложу при воспринятии, если мы говорим о вопросе, который здесь рассматривается, неоднозначный сразу, потому что люди озабочить, смотрят что-то другое, опыленные, эти ботанические слова, сказать, опыляются и стилизер, совсем длилось, но мы будем провалять их и содержать, чтобы они чистоту свою классную сохранили при помощи нашего заседания. Спасибо. Спасибо вам. Калид Валентин, сопредседатель Российского комитета рабочих. Я хочу напомнить всем товарищам, что есть такая программа Федерации профсоюзов России задачи коллективных действий. и все те люди, которым не безразлично судьба рабочего движения и рабочего класса, могут не дожидаться, когда соберется семинар, а благодаря задачам коллективных действий просмотреть те поэтапные шаги, которым мы следуем. Ведь на сегодняшний день, наверное, РКР – это одна из единственных площадок, которая вскрывает все те проблемы, которых мы касаемся по жизни в нашей борьбе. Хотелось бы, чтобы, как сказала Татьяна Владимировна, это была работа не от весны к осени, не от осени к весне, чтобы действительно самое ценное – это обмен опытом, когда на протяжении того времени, когда мы получили какую-то информацию, поделились ей, что-то смогли внедрить, что-то не смогли, я самое главное хочу сказать о том, чтобы при тех попытках, которые вы осуществляете, которые вы двигаете и внедряете, есть, конечно, опыт положительный и отрицательный. Вот при получении именно отрицательного опыта не оставаться, как бы, не останавливаться, неудачи, они всегда идут вместе как бы с удачами, да, и когда, допустим, какие-то препоны встают на пути, есть большая армия рабочих, да, где все это можно обсудить, вынести, найти какие-то решения, и самое главное, не отчаиваться тем людям, которые лидерам, активистам, потому что, ну, нельзя пройти это все, там, не ошибаясь, это во-первых, нельзя пройти это все как-то легко, потому что здесь ставятся серьезные задачи, которых непросто решить, и порой даже, может, для решения этих задач нужны и не один, два, три года, а уже, как показывает практика, десятилетиями решается. Потом про удачу скажу, да, что достигнув каких-либо удач в профсоюзной работе, не нужно останавливаться и понять надо то, что только ты остановился, только ты начал промедление, с тобой же надо понять одно, что с тобой постоянно идет борьба, борьба и на работе, борьба и дома, посредством телевидения, других СМИ, то есть с активным человеком, у которого такая активная позиция, тем более рабочая позиция, а она рабочая позиция может быть не только у рабочего, и люди, которые стоят твердо стоят на позициях рабочего класса, не из числа рабочих, они тоже активно участвуют в нашей жизни и помогают нам, за что им большое спасибо, да, и этих людей, я думаю, в сознании гораздо больше, чем сознательных рабочих, их нужно, я считаю, тоже привлекать, потому что только вместе, как звенья одной цепи, мы разорвем все-таки вот эти оковы, которые нас сковывают, мы станем свободнее, станем гораздо мыслящей, гораздо образованней, и только тогда снимем себя вот эти оковы, которые на нас капитализм каждый день навешивают, они все тяжелее и тяжелее становятся, но еще раз повторюсь, не ошибается тот, кто ничего не делает, наше дело правое, победа за нами, спасибо вам за участие. Я почти все высказала во время обсуждения, я хочу только вот сказать, что вот эта традиция, которую мы тут заложили, обмениваться мнением об этом, она ведет к тому, что мы эмоционально, а эмоциональная составляющая в нашей работе, агитационно-пропагандистской, она очень важна на самом деле, потому что если сам не убежден, сам не можешь поделиться каким-то положительным опытом, ты никого за собой не поведешь. И вот эти ваши слова, когда вы говорите, как вам это было полезно, что это вам поможет, это больше даже иногда убеждает, чем знакомство с трудовым кодексом, и с опытом каких-то других профсоюзов, и это очень важно. Для меня лично, я вам что хочу, ребят, сказать, рабочий класс это та организованная сила, которая в конце концов решит вопрос и о будущности общества, и о власти, вот, но на самом деле рабочий класс борется не один, и не интеллигенция, а скажем так, творческая и инженерная составляющая, это тоже сейчас целый класс, это тоже массовый слой, массовый слой, и они тоже ведут точно такую же борьбу, и тоже перед ними те же задачи, и поэтому важно не разрывать вот этот союз технической и творческой интеллигенции с рабочим классом, вот, и собственно мы тут видим, что этот синтез этой борьбы, он дает больше для победы, пусть сейчас частные победы, да, умственная и физическая труда, да, вот, и чем дальше, тем меньше вот эта грань, какой-то отчужденность, да, между умственным и физическим, я вот, например, могу на примере Василия Ивановича Шишкарева сказать, что он гораздо больше интеллигент, чем некоторые интеллигенты, которых я знаю у себя в институте, и он все время, например, на острие, так сказать, развития техники, кто вот тут у нас первым начал обеспечивать кино, фотосъемку, телеметрическую связь, в общем-то, организованную рабочим, высокопрофессиональному это началось, вот, поэтому здесь я всегда заряжаюсь уверенностью, что наше дело правое, что мы двигаемся в правильном направлении и объективный исторический закон на нашей стороне. Главное не терять вот этот главный ориентир, куда мы двигаемся, и не забывать, что за повседневной борьбой за выживание, за повышение стоимости, да, своей рабочей силы, у нас есть более яркая еще главная задача, которую мы таким образом собираем в борьбе своих сторонников и тех, кто на самом деле является такими же, как мы, но еще не осознавшими это, мы к этой дальней цели двигаемся, так что за социализм, за победу. Уважаемые товарищи, на этой позитивной ноте разрешите закрыть наш сегодняшний семинар, подошедший к концу Российский комитет рабочих. Желаем всех видеть в октябре 13-14, 12-13-14 октября для участия в следующем семинаре семинаре. Готовьтесь, занимайтесь агитацией, пропагандой. Я считаю, что действительно большинство присутствующих в этом зале люди убежденные. Работать, работать и еще раз работать над этим. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин